Здравствуйте! Сегодня мы возвращаемся к одной из тем, которые были у нас раньше. И сегодня предполагается вновь говорить об идеологии врага. На этот раз мы подбираемся потихоньку к немецкому национал-социализму, который осужден Нюрнбергским трибуналом. Но мы себе ставим интеллектуальную задачу разобраться с тем, что же это такое. Сегодня мы скорее поговорим на тему, даже не вводную, но очень важную, о которой говорится часто. Как понимался человек, как он конструировался идеологами Третьего Рейха. На самом деле концепция человека это краеугольный камень нового времени. Человек для либерализма это индивид, это человек, у которого нет каких-либо дополнительных признаков религиозных, иных форм коллективной идентичности. Для марксизма коллективная идентичность существует. Коллективная идентичность это прежде всего коллективная идентичность классовая. Ну а для других идеологий есть и другие параметры человека, которые в современном либерализме стараются отбросить. Например, современный либерализм отбрасывает такой момент, как гендерный. Современный либерализм требует снять такие коллективные идентичности, но на самом деле для нацистов это было не так. Мы все прекрасно знаем, что Адольф Гитлер считал, что главная задача для каждого немца сохранить чистоту крови. Сейчас это кажется для современного либерализма ненаучным совершенно. Это является биологизаторством, это является частью расовой теории, которая очень ограниченно применяется. Если в России, например, расологические школы до сих пор существуют, то в развитом мире, в Западной Европе к расологии, к расоветению приковано политкорректное внимание и о нем говорить не приходится. На самом деле, чтобы понять современное западное представление, достаточно, например, почитать книгу Болибара и Валерстайна. Это сборник статей, которая называется раса, нация, класс, двусмысленные идентичности. Это их рефлексия насчет 20 века. Как раз те коллективные идентичности, которые себя показали в духе франкфуртской школы в качестве источника человеческой боли в 20 веке должны быть признаны подлежащими за менее другими. В принципе, если исходить из того, что в нацистской идеологии, кстати, надо сказать, что она даже менее сформирована, нежели идеология итальянского фашизма, о которой мы говорили несколько раньше. Если там борьба ведется со сквернителями расы, то, соответственно, гендерный вопрос там совершенно не подвергается забвению. А в принципе, современные исследователи такой идеологии приходят к тому, что с момента создания первой программы НСТАП в 20 году, окружающей членов этой партии Мир характеризуется как мужской. И об этом, кстати, достаточно явно говорится в самой программе, точнее, ее язык сейчас, кстати, до сих пор модной является аналитическая философия, философия языка. И как раз интерпретация деконструктивная вслед за Жаком Деридой. Мир этот характеризуется как однозначно мужской. Речь идет в этой программе о гражданах, о немцах и, прежде всего, о сыновьях народа, а не о дочерях, в принципе. Но, например, если мы посмотрим дальнейшие работы самого Адольфа Гитлера, Розенберга, прежде всего, это миф 20 века, Дарре, тоже важный идеолог, то гендерная проблема рассматривается подробнее, но достаточно эклектично. В основном фиксация происходит на некой бигендерности принципиальной мира, несводимости двух частей человечества друг к другу. Естественно, на каждом этаже являются важным еще разделения парасологическим и другим принципам. Это также нельзя забывать. Но дифференциация по принципу пола очень жесткая в понимании человека. И нет никаких промежуточных транзитных состояний человека, они попросту не признаются. Делается фиксация на рождаемость, на воспроизводство немцев, на воспроизводство и особенности воспроизводства других народов. Принципиально доказывается в этих работах, естественно, в дальнейшем эти доказательства признаны были ложными. Нежелательность массовых рождений у других народов, которые не вписывались в понятия немцев. Таким образом выстраивалась подобная политика. И вот эта бигендерность очень важна. Поэтому, например, совершенно не случайно, когда современные, например, феминистки либерального направления, либеральные идеологи рассматривают, например, принципиальное деление на два пола в качестве орудимента 20 века, орудимента мифа 20 века, то есть мифа нацистского и коммунистического. Это имеет вот такие интеллектуальные основы. Занятие мужчин принципиальное – это война, точнее желаемое. Разумеется, идеологи национал-социализма предполагали, что не только она им будет. Но, тем не менее, война является очень важным занятием, в принципе. Адольф Гитлер, кстати, останавливался неоднократно на проблеме защиты так называемых внебрачных детей. Для Германии, как для наследниц государства, государств германских Европы, эта проблема была достаточно важная. И здесь приходилось ломать значительные устои. Война означает гибель многих людей, и поэтому статус этих людей, статус этих женщин должен меняться. Поэтому и они могли избавиться от своих негативных свойств, благодаря, во-первых, своей чистоте крови и, разумеется, неким другим аспектам. Опять же, у женщин на тот момент считалось нужным качеством это некое благочестие, но не христианское совершенно. Я напомню, что идеологии так называемого третьего пути также не являются традиционалистскими. Здесь, кстати, очень важно, в отличие от многих современных российских теоретиков, в том числе довольно известных, не путать национал-социализм, например, консервативной революции. Понятие консервативной революции – это совершенно другая вещь. Консервативная революция – это скорее поиск возможностей отхода от ценностей модерна. И если мы на консерваторов таких посмотрим, то там есть далеко не только правое, но и левое значительное крыло. Как-нибудь, может быть, мы об этом поговорим. С другой стороны, вот этот человек, принципиально поделенный на две части, активно встраивается в экономику, и женщины тоже на тот момент. Хотя изначально бытовали многие мифы относительно, например, неспособности женской, интеллектуальной какой-то деятельности. Но потом, например, официальная пропаганда подчеркивала, что женщина более приспособлена к работе на конвейере в силу монотонности работы. На самом деле, конечно, не стоит делать особенный акцент на такой бигендерности, куда интереснее другое. Это как раз выделение, специальное социальное конструирование, которое происходило в период 30-40-х годов, некоторые психологические качества арийских и неарийских мужчин. Это уже основная социальная группа, которая конструировалась. И, кстати, не только психологическая, но и биологическая. Вот, допустим, очень важно, что в биологическом плане уродливость приписывалась неарийским детям и неарийским мужчинам прежде всего. Надо ведь каким-то образом было конструировать это, потому что, если взять фенотипические, то, например, ашкеназские евреи многие от немцев не отличались. Ведь немногие знают, что сам термин ашкеназ применительно к евреям означает немец, поскольку ашкеназы жили на территории германских государств, говорили на языке идиш, к примеру, а язык идиш – это германский язык с украплениями грамматики и лексики из иврита, который был немецким по своей сути языком, германским, если быть точнее, который евреи в течение долгого времени стремительно делали непохожим на окружающие германские языки. С одной стороны, что-то похожее на немецкий язык, а с другой стороны, немцы его не понимают. И вот как раз постулирование евреев и других неарийских национальностей, неарийских рас в качестве уродцев, было очень важным для конструирования античеловечности этих групп. Это немаловажно, честно говоря. Термин «gesundheit» – здоровье, если перевести с немецкого языка, был очень важным атрибутом для именно немца, был его становым хребтом и отличием, самое главное, маркером человечности и нечеловечности. И мы должны вспомнить о том, каким образом в нацистской Германии относились, например, психически нездоровым людям, которые воспринимались как балласт. Можно вспомнить карикатуры, где показывается, сколько стоит содержание каждого психически больного человека, который не может участвовать в деятельности общества. Иногда на страницах полу-научных журналов, иногда и научных, приводились гипотезы в духе евгеническом 30-х годов о том, что сумасшествие, интеллектуальные повреждения – есть следствие нарушения чистоты крови и как раз смешивания человеческого и нечеловеческого. Опять же, для того, чтобы показывать, что другая группа населения каким-то образом отличается от основной, необходимо было моделировать поведение. И на самом деле это была одна из самых сложных задач, которая встает перед каждым подобным проектом. Дело в том, что человеческое поведение зависит от культурной среды, от языка, от традиций, от социальных обстоятельств, прежде всего от экономического строя. Поэтому искать подтверждение своим теориям приходилось в практике, и эту практику моделировать. Вот, допустим, если говорить, опять же, о психологических чертах, считалось, что взгляд свободного человека прямой. Именно поэтому, например, регламентировался внутренними документами, ну и практикой в основном, внутренних документов, кстати, вот не так много взгляд заключенных, которые должны смотреть, были определенным образом. Надо сказать, что это регламентировалось не только нацистами, но и другими организаторами пенитенциарных учреждений. А заключенный должен был находиться в некой коммуникативной зависимости, что очень важно. Он должен был смотреть строго в определенном направлении, определенным способом. Есть такой теоретик национал-социализма, и в дальнейшем его исследователь, как Хаак, нечасто цитируемый, но при этом он употребляет термин, очень интересный такой немецкий взгляд, и применительно в отношении к населению концлагеря, он показывал, что немецкий взгляд характеризовался исключительной внимательностью, должен был быть характерен исключительно для немца, а все остальные были в состоянии избирательной невнимательности, то есть остальное лагерное население должно было смотреть как-то не так, показывать свои уродские черты, в том числе в психологическом и когнитивном плане, в принципе. Но и ко всему прочему, в дальнейшем это каким-то образом интересным социологическим, как Хаак показывает, стало даже основой для немецкой культуры отворачивания от очевидных близких преступлений, то есть немец смотрел поверх них, предпочитал не замечать уродства, то есть эта социальная практика, которая была введена в обиход нацистскими идеологами, отражалась на поведении человека, хотя на это, конечно, например, как показывают Франкл и другие, формировалось и под воздействием других факторов, преимущественно сугубо экономического характера, здесь с этим тоже можно согласиться. На самом деле телу в нацизме отдаётся весьма многое, честно говоря, и даже внимание тела превышает некое внимание к самому лицу. Тело, опять же, выстраивается как нечто, что можно...